Привет, дегустаторы! Сегодня у нас на обзоре необычный, в какой-то мере даже экстравагантный, виски. Не мудрено, что родом он из Ирландии, альма-матер всех инноваций в мире виски последних лет. Встречаем! Kinnehan's Irish Whiskey The Cask Project. Вот такой крепыш. Слово cask бочку написали через K вместо C. Видимо, намек на революционный характер и неприятие каких-то догм и правил по части виски-варения. Маркетинг. С чем имеем дело? Поконкретнее. A blend of grain and malted barley, hybrid five woods, non-chilled filtered batch number one. Купаж из зерновых и соловых спиртов, выдержанных в гибридных бочках, пяти видов дерева, отсутствует холодная фильтрация. Партия номер один. Отлично. Весьма недурственные характеристики, помимо упомянутой фильтрации, вернее отсутствия. У нас также 43 процента алкоголя на борту, изумительный глубокий цвет, натуральный, никакой вам карамели, практически коньячные оттенки. Красавцы. Ну и здесь вам хотелось показать сверху. С 1779 года известен этот бренд. И печать 2L. The Lord Lieutenant. Кто это такой? Lord Lieutenant. Бытность Британской империи. Весьма значительная должность. По сути, наместник короля. Ирландия, как мы знаем, входила долгие-долгие годы в состав Британской империи. И вот этот серый кардинал Сатрап, по сути, должен был следить за порядком. И в случае чего восстание, бунты, в его обязанность входила организация ополчения. Ну и по легенде сохранились хроники, даже свидетельствующие об особой любви одного такого лейтенанта к Виски Киннехенс. И якобы он получал премиальные поставки. Надеюсь, наша партия номер один именно такой и окажется. Премиальный. Уж эти Сатрапы. Ну ладно, вскрываем. Смотрим, с чем мы имеем дело. Так. Сразу скажу, что Киннехенс это не виски-курни, это именно что бутилировщики. Они закупают свои спирты на стороне и выдерживают... Ох, что-то я расщедрился, елки-палки, заговорился. И выдерживают по своей рецептуре. Вы спросите, где именно? Ну, история умалчивает, хотя, безусловно, мы можем из надёжных источников получить эту информацию. Coolie Distillery снабжает Киннехенс аквавитой. Они, естественно, производят и зерновой промышленный вискарь на ректификационных колоннах, но также у них на дистиллере есть и традиционные медные перегонные кубы. Они делают и сингл молд, и более традиционный Irish Single Pot Whiskey. Так, ну, что это за эксперимент, друзья? Вы скажете, подумаешь, там пять видов бочек здесь на линии, сюда перелили, здесь финишировали. Пожалуйста, чем тут удивить? Ну, не так всё просто, не тут-то было. Гибридная бочка — это самодельная ёмкость клёпки, которые сделаны из пяти видов дерева. Такого я ещё, честно говоря, не припомню и не слышал. То есть наша бочка состоит из... Вот так вот. Прямо даже показаны эти клёпки, да? Состоит из пяти видов дерева. Мы используем древесину португальского дуба, французского дуба, венгерского, американского белого дуба и, внимание, ореха. Как вам такое, Илон Маск? Законодательство Ирландии, мы помним, позволяет выдерживать виски не только в дубовых бочках, а, ну, собственно, в любых деревянных бочках, которые для этого дела подходят. Как мы знаем, изначально дубовых бочек выдерживали по одной простой причине. Во-первых, это абсолютно безопасно для здоровья, ну и денежки, да? Дёшевые сердито, что называется. То есть, например, многие породы дерева для этого не подходят. Более утончённые, да, и дорогие из-за своей токсичности или из-за своей пористости. Например, кедр не подходит для этого дела. А вот орех подходит и очень даже. Так что вот такая вот экспериментальная у нас штука. Ну и вот как раз-таки эти клёпки на этикетке изображены. Видите, они все разного размера. Получается некий монстр Франкенштейна, да? Учитывая, что объём используемых бочек абсолютно разный, не так-то просто добиться этого результата, и бочкари должны проявить мастерство и знания, да? Потому как, вспомним, стандартная американская бочка American Standard Barrel имеет, как правило, 200 литров объёмчик. А, например, португальский дуб, скорее всего, это Port Pipes, да, бочки из-под порту. Они имеют все 600 литров. Поэтому, скажем так, если они компоновали, да, и делали бочки традиционный Hawksheads, Кабани голый, по 250 литров, нужно было очень даже потрудиться, чтобы всё правильно подогнать. И в среднем такая бочка, Кабани голова, она имеет 32-35 примерно клёпок. В какой пропорции, сколько там клёпок от французского дуба, сколько от пенгерского, сколько от ореха, понятия никто не имеет, секрет фирмы. Поехали! Немножечко он у нас отдышался, да? И первые впечатления уже можно, я думаю, передать. Аромат. Ну, пахнет виски. Уже хорошие новости. Насыщенный, плотный, оригинальный. И, конечно же, превалируют лесные, древесные ароматы в перемешку со сладостью. Красное яблочко, ваниль. Знаете, стали развиваться специи. Станция, ботанический сад. Что-то от кориандра, гвоздика. Гвоздика присутствует в полном объёме, чувствую. И сладость. Вы знаете, сейчас как-то он резко сменил повестку, да? И уже появляются некие виноградные ноты даже. Похоже, всё-таки это влияние порту, да? Скорее всего, бочки у нас, естественно, не девственно чистые, новые. Они использовались ранее. И, конечно же, разные совершенно напитки в них выдерживались. Я более чем уверен, что бочки как раз-таки из-под портвейна. А не просто там португальское дерево, да? Скажем, Quercus Faginia. По сути, португальский дуб то же самое, что испанский. Quercus Perinea. Мы знаем его и любим за ароматы вот этой тофи, и риски, мёд. За изюм, виноградную ноту. За сахаренные фрукты, конечно же. Влияние его чувствуется. Что касается французского дуба, да, это Quercus Robur. Это специи, это танины, это мощь, это гвоздика. Это всевозможные специи, действительно. Абрикосово-персиковые тона. Ну, американский, безусловно, это белый, white oak, да? Американский белый дуб, карамелька, ванилька, мёд, лёгкие кокосовые ароматы. Венгерский дуб, он более древесный, он ореховый, он мощный. Там кофе, танины присутствуют, какао, горчинка. А вот что касается ореха, друзья, совершенно непонятно. Я помню из курса лекций, по идее, он должен отображать тропические мотивы, экзотические фрукты и целую кавалькаду из всевозможных ореховых тонов. Ну, опробуем. Сланджема! Ммм! О! Взял с места в карьер, без разгончика. Дуб, древесные ароматы, знаете, будто на лесопилке оказался. Тёмный шоколад. Сладость изюма. Еле заметная яблочная вспышка. И вот сразу как-то, сразу переход в финиш, довольно продолжительный. И здесь идёт борьба, знаете, таких горьковатых и сладких стихий. С одной стороны кофе, возможно, цедра апельсина. И с другой стороны тростниковый сахар. Засахарные фрукты. Чуть-чуть от сухофруктов, возможно, курага или абрикос. Изюм. На финише согревает гвоздика. Перец. Белый перец, я бы сказал. Ммм! Но вот эта вот дубовость, она доминирует абсолютно, конечно. В целом палитра типичная для виски, но ощущается вот она специфически. Чувствуется, безусловно, маслянистость. Чувствуется присутствие зерновых спиртов. Но, по большому счёту, они не докучают. Нет гарности, нет остроты, нет горечи. Тут горчинка именно благородная дубовая кофейного плана. Интересно. Ещё глоточек. Я бы не сказал, что присутствует спиртуозность. Тут вот его мощь и полнотелость, она ощущается за счёт мощных древесных тонов. И вот перца. То есть это не спиртуозность, нет. Чуть-чуть водицы. Хоп-хоп. И достаточно. Что там нам ещё написали маркетологи? Восстание дуба. Они так и позиционируют этот виски. Восстание новых, богатых, интересных вкусов. Я думаю, вполне получилось. Виски, безусловно, имеет потенциал. Он будет раскрываться, как мне кажется. Со временем, с добавлением воды. Периодически я получаю комментарии под видео с дегустациями. Не только виски, но как правило, когда речь идёт о виски. О том, что вы, дескать, маэстро неправильно дегустируете. Ну кто же делит своими впечатлениями сразу после вскрытия. Надо виски дать подышать. Минут 30-40, час. И тогда уже можно будет делать какие-то выводы. Господа, вы всё правильно говорите. В том-то и дело. Вы не совсем внимательно, видимо, смотрели мои видео. И метод дегустации лично мой. Я всегда обеими руками за то, чтобы виски дать возможность освоиться. Обязательно аэрация, обязательно влияние кислорода. Обязательно, ну не обязательно, но лучше, конечно, экспериментировать и с водой. Как мы делаем сейчас, например. Но, друзья, вы понимаете, мой формат это, прежде всего, первые впечатления о виске. И оценка его потенциала. То есть я делюсь потенциалом. Я не делаю какие-то скоропостижные выводы. Выводы полностью о виске можно делать, когда уже первая треть уйдёт. Тогда уже можно какие-то заключения давать. Однако, существует и вторая сторона медали. К примеру, мастера-блендеры, мастера-дистиллеры. Что думаете, они берут сэмпл из бочки, оставляют на час, уходят, потом возвращаются. Ну это бред сивой кобылы. Сразу, моментально, оценка. В этом-то и профессионализм, в этом и мастерство. Оценка того, насколько он готов и к чему. Каков его потенциал? Какие ожидаются вкусовые феерии конкретного виски? Правильно? Поэтому я здесь даю оценочное суждение с точки зрения потенциала, прежде всего, виски. Тем более, у меня хронометраж. Иногда, конечно, я могу позволить себе, в особенности сигары, сказать вам, ребят, встретимся через 20 минут, да, сигарку докурим, и я ещё некоторые соображения по части виски вам выражу, или коньяка, допустим. Но здесь у меня немножко другой формат. Я как раз-таки оставляю на откуп вам делать последние выводы. Ещё один такой момент существует. Не в каждом у виски как раз-таки будет полезно стоять по 30-40 минут. Возьмём Гленфидик 12. Чудесный, замечательный, очень классический, традиционный спейс-сайт. Ну и что будет он стоять 30 минут? Свежий, яблочный, лимонный, цитрусовый, вкусный. Как он изменится? По большому счёту никаких изменений не будет. Ну, подвыветрится. Там 40% хилых на борту. Какие изменения? То есть, не всегда, не каждому у виски полезно вот это вот стояние. Некоторым виски, в особенности из моей практики, Single Barrel от Jack Daniels, накрываешь его крышечкой, медленная оксидизация, он стоит там часами. И после нескольких часов я могу ощутить совершенно божественный аромат и полной мере насладиться им. То есть, всё очень субъективно. Поэтому я никому ничего не навязываю. Мои видео в большинстве случаев это именно первое впечатление. И обязательно важно после вскрытия как раз-таки оценивать потенциал риски. На мой взгляд. Вот сейчас он начинает потихоньку раскрываться. Мне показалось, изначально был он как бы зажат в этих древесных тисках. Они не давали остальным эфирам подняться вверх. Сейчас прорывается карамель, какие-то вот даже консервированные манго, что ли. То есть, есть экзотика. И мне нравится, что никаких металлических неприятных нот, свидетельствующих о его молодости, скажем так. Хороший пикет можно описать его как ядреный виски. Ядреный, но не жесткий. Вот именно что, ух, с характером. Такой мужицкий, как суровый американский лесоруб. Или ирландский в данном случае. То есть, мой вердикт. Это виски не для всех. Это виски для тех, кто любит эксперименты, которые ищут что-то новенького, которому, возможно, уже приелись привычные палитры, ароматы и оттенки. Безусловно, это настоящий виски. И, конечно, насколько тут влияние ореха и прочей древесины, какая из них превалирует, сложно сказать. Тем не менее, в целом, это очень достойный продукт. И я его рекомендую к дегустации. Однозначно. Спасибо вам за просмотр, друзья. Берегите себя и оставайтесь на канале. Лучшие дегустации у нас впереди. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok